За ремонт дороги на улице Парижская коммуна в Инкермане местные жители борются несколько десятков лет. У кого-то борьба проходит через поколение семьи. Нина Шумалова родилась в посёлке Октябрь и проводит здесь всю свою жизнь. Дороги здесь не было 50 лет назад. Нет и сейчас, говорит она. Ещё родители Нины Михайловны регулярно посыпали улицу мелкими камнями, чтобы выровнять поверхность. Это 75 лет после войны. Родителей не стало. Теперь мы сами, соседи, за свой счёт покупают куски асфальта КамАЗы, делают подсыпку на гору и нам здесь, чтобы в грязи не тонули. А почему? Потому что гололёд не спустишься, ни уголь не подвезёшь, ни дрова, ни скорая. Все отказываются сюда ехать. Все абсолютно. Осенью и зимой по улице Парижской коммуны не могут подняться даже легковые автомобили, не говоря уже о специальном транспорте. По словам местных жителей, дожди размывают дорогу до полутора метров в ширину. Уже более десяти лет люди обращаются в разные инстанции и просят заасфальтировать дорогу. В 2011 году жители получили ответ от исполнительного комитета Инкерманского городского совета. Тогда им написали, что реконструкция дороги в посёлке Октябрь внесена в план социально-экономического развития. Но в результате дорогу так и не отремонтировали. Мы являемся заложниками вот этого кусочка улицы. Бьёмся, бьёмся и что-то никак у нас ничего не получается. Уже куда только не обращались. С детками по вот этой горке, с колясочкой пройти невозможно. Потому что, ну, вы видели какие там камни, там всё размыто. Там сплошные камни невозможные. За хлебом сходить иной раз невозможно, потому что боишься пойти и ноги себе переломать. Мы же люди взрослые, мы уже не молодеем. Но отсутствие асфальтированной дороги – лишь часть из проблем, с которыми жителям улицы Парижской коммуны приходится мириться каждый день. Водоснабжение в домах провели настолько давно, что старые трубы регулярно прорывает. Вода хлещет вниз по дороге, смешивается с грунтовой пылью, из-за этого образуется непроходимое болото. Борются с ним специалисты коммунальных служб. Они трактором убирают грязь в сторону. В результате чего возле 86-го дома выросла насыпь более метра в высоту. Постоянная грязь смешает проезду грузовиков с углём и дровами. А ведь эти материалы жизненно необходимы местным жителям. Газопровод доходит только до 82-го дома. Газификация посёлка началась в 2000-х годах, но так и не завершилась. Должна быть общая труба, а подключаться мы будем сами. Но в итоге про нашу улицу забыли. Примерно это в 2004 году было. Собирались все жители, решалось, как что-чего будет с местными властями, как будет происходить газификация. Вызывали все, полностью все дома вызывали геодезистов. То есть делали план. То есть план в принципе он есть. Может быть он тоже утерян, так как мы сейчас в другом государстве. Местные жители надеются, что их мечта исполнится. И голубое топливо в дома проведут в скором времени. С дорогой же забрежил свет. Начальник отдела содержания автомобильных дорог Севастопольского автодора Сергей Сукорцев рассказал нашему телеканалу, что в прошлом году Севавтодору передали в оперативное управление 830 метров улицы. В 2019 году мы провели осмотр, инвентаризацию этого участка. Мы подготовили план работ по восстановлению верхних изношенных слоев. Это будет выполнено либо в 2020, в конце, потому что план уже сформирован, либо в 2021 году. А восстановят покрытие фрезерованным асфальтобетоном. Для того, чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный проезд. Но скорее всего надо будет регулярно весной и осенью его поправить. После решения департамента о выделении средств на капитальный ремонт, естественно, конечно, асфальтобетонное покрытие имеет другой гарантийный срок эксплуатации.